Всем привет, с вами Андрей Файф и очередная серия карьеры за Барселуну в игре про Evolution Soccer 6. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом, Рождеством и с наступающими всеми праздниками. А мы продолжаем. У нас сегодня матч с Атлетико Мадрид. Давайте посмотрим данные противника. Лео Франко, Габи, Макси Радрис, Ерис, Кешман, Марио Сварес, Миста Хурада. Знаете, сколько у них голкиперов? 4, 5, 6 вратарей, а кто у них тут еще? Ну да. Ладно, давайте сыграем. Что из себя представляет этот Атлетико, я не знаю. Давайте вот так вот сыграем. То. Ну, хочу в деле я проверить. Давайте у Дьонсона, что ли, проверим. Ну, посмотрим, посмотрим, что из себя представляет эта Атлетико. Исимак по флангу, по флангу, пошел, пошел. Хави. Ммм, опять эта вот сильность удара. Аниест мог забивать. Не повезло. И Лео Франко будет, да, выбивать мяч. Вот вопрос, который меня, наверное, интересует, такой киберфутбольный вопрос, это Какая компания создаст игру Евро-2016? Будет ли это Konami или это EA Sports? Ну, если это EA Sports, что-то в общих чертах мы можем ожидать и представлять, то от Konami это непонятно, честно. Ну, хотя японцы могут создать качественный продукт. Барнальди не Пуёль не догоняет. Но мяч наш Иньеста. Яйя Туре. Ох! Яйя Туре на мячика вернул. И тут Хави тактично, грамотно против него сыграли. Ну, пока видим, что я игра в центре поля. В основном. Честно, мне немножко, каждый раз снимаю видео, сложновато. Так как я в основном, вот, в Prevolution я не играю. То есть, каждый матч для меня это испытание. Выиграю ли я, проиграю ли я, заиграю в ничью. Поэтому, если я где-то лажаю, не забиваю верный момент. И Месси! Эх! Ну, понятно, ввиду роста Месси сложно было тут. Великий... Ну, не самый великий, конечно, но... Нападающий, который оставил след в истории Миста. Ух, ух, штанга была, жаль. Сейчас могли распечатать ворота Лео Франко. Кажется, аргентинский голкипер Лео Франко. Тоже могу ошибаться. И хорош Месси, хорош. Обыграл защитника. И сделал свое дело. Да, 19 лет Лео в этой игре. Как мне кажется, основной президент, претендент на золотой. Уже пятый свой мяч. Ну, вот, Кежман и Миста. Я пробую некоторых игроков, потому что в трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, да и чтобы игроки как бы не сидели просто так на лавке у меня, а играли где-то. Я вот посмотрю, кто что стоит. И то мне понравился, и то нравится. Он галл забивает. Месси, ну, понятно, на самом деле, самый-самый хороший игрок. В принципе, вот по основе у меня нет ни к кому таких прям претензий. Хави, пас на Симака. Я, Эту, Ре, Ньеста. Аутгут, и тут штрафма. И желтая будет, нет? Нет, все дела успокаивают, Лопеза. Ну, понятно, мимо я бью. Ну, еще развод штрафный, вот в этой игре конкретно. Это не мое самое лучшее. Хорошее место. Хорош. И Месси 2.0. Ну, можно было поставить на Гуденцена. Не видел особого смысла. Развернулись, и Месси справа в дальний угол, вверх, не заряжает этот мяч. 2.0 Барселона. Близка к победе в этом матче. Даже несмотря на то, что это идет первый тайм. Тем не менее, это говорит о том, что Игуди... Ну, вот видите. Игудионсон должен был делать счет 3.0. В втором тайме я хочу Анрии выпустить. Ну, есть у меня еще один человечек, которому надо играть. Но об этом позже. Да, если сейчас, вот честно, по большому счету, Атлетика ничего не создаст. Вот этим все даже вот так подумать, представить. Атлетика идет там в конце. Эх, Месси. И хавит 3.0. Да, какой-то легкий матч у нас получается это. Не думать, что я изменил сложность. Еще раз говорю, в этой игре, если вначале ты задал сложность, самую сложную, ее уже потом нельзя изменить. Даже легкую, если задашь. Не Гудионсон прет, как танк. Какие? Я и Туре. Ирнальдини. Ох, Месси. Он выпадает в своих рангах. Сейчас бы мог бы сейчас стать 4.0. И Месси сделал бы хитрый. Ирнальдини отдал бы голевую. Но ничего, если как-нибудь получится у меня убежать 1 на 1 с вратарем, я покажу, как это обыгрывать и выходить на пустые ворота. 10 ударов, 5 затвор. 1 штраф 0, угловых не было. Понятно, владение мы на 1% считаем равное владение. Матай Кежван. Когда ты считался перспективным? И в Челси играл. Ну, хотя, честно, я из того Челси дрова, как бы более перспективно считался. Ну, а потом проблемы с допингом. Я про Адриану Муту сейчас. И никого там не было. Жаль. 4.0. Хай. Месси в голевую. А Хай в дальний, в верхний угол. Или просто в верхний. Кежман, как мне кажется, у Гудьонса, мне кажется, один из претендентов перейти в другой клуб. Хай. Ну, да, замену сделаем. Дай Гудьонсен, меняем его на Тириан Ри. Ну, давайте вместо Иньеста насаживали его и выпустим. Две замены мы проводим. Вот вам Рональдиня, вот он хороший, красавчик. Обокрал проход по флангу. И тут двоих, и... и тут его уже накрутили. Смотрите, как Пуэль далеко заходит, и тут нарушение правил. Там Петров выходит у них. Несима хорош на Тириан Ри пасует. И бежит француз. И хорош француз. И чуть-чуть выше, мне даже показалось, перекладину чиркнул. 29-летний французский нападающий. Великий нападающий. Нет, перекладины не было, но от этого менее классно Монри не стал. И Глеб. Глеб вот этим вот переходом, как мы помним, он испортил себя карьеру. После той Барселоны-то. Да и в ней это он не заиграл. Понятно, зачем шел Глеб. Не за великими там деньгами, зачем-то такими. Ну, хотелось чего-то большего в карьере. последний замену сделаем. И Месси подаваться трибун мы поменяем. Шел за тем, чтобы играть в самом лучшем клубе мира Европы. Чтобы достичь новых высот. Ну, а что на деле так получилось. Ну, кто-то мог предположить. Никто. Ох, какой Рональдиню передачу отдал. Анри тут въехали там в мяч был. Макси Родригес. А ну карьеру Андри прямо так в Барселоне нельзя назвать сверх Вальдес хорош. Сверх супер классно. Были свои моменты. Хотя безусловно он был хорош в Барселоне. Его отъезд в МЛС. Нет, он не стал слабее в МЛС. Он был точно так же хороший. когда вернулся в Анли в аренду в эту в Арсенале он показал что чего он стоит по-настоящему. Хуёль на пике. Вот смотрите следующий матч у нас с кем можно поэкспериментировать с составом несомненно. Глеб треугольник. хаи. Ух, какой ударчик у хаи. 26 лет хаи. Может быть да, у меня тут нету магии треугольника Хави иньеста Месси. Несомненно у меня там этого нету. Я не думаю что моя карьера там в чем-то плохая из-за этого. Хотел перепасовочку пожалуйста на коротком пространстве и выход игрока на отличное пространство мы сделали. ну и кто-нибудь ну и пятый не хотят. Исимак одну минуту добавляет судья и нету в лаване ты сейчас будет свисток надо победу Барселона со счетом 4-0 расстроены игроки атлетику мне кажется Месси да Месси несомненно 8-0 два удара все нанесли игроки атлетико мадрид показываю последний раз общие настройки видите главные игроки я не могу это никак я могу изменить время матча на иступление да оставим окей нажимаем вот так вот вышел у нас сегодняшний матч следующий матч у нас с релс с седатом мы нужно ответим вместе седат на пятом посмотрим что будет дальше